Девушки отдыхают Дмитрий Иринин Говорят, что был тихий То есть вообще никакого такого не хотел От него то есть не ожидали такого? Не ожидали, никто не ожидал Что на самом деле произошло этим утром в 7 гимназии Разбирался Сергей Хайдаров Открыли купальный сезон за месяц до официальной даты Пляжи не готовы И поэтому говорю, что нужны городские пляжи хорошие Бесплатные, где могут и мамочки с детьми отдыхать, и взрослые Готовы ли казанские пляжи принять отдыхающих? Алия Хайрудинова Память не вечна Думаю, раз, новость, дом очень хороший В Чистополе снесли дом Константина Федина Почему объект культурного наследия пошел под гусеницы трактора? Узнавал Рамиль Шайдулин Сегодня в Казань прибыл Владимир Путин Визит короткий, однодневный, но очень значимый У трапа президент России встретил Рустам Миниханов И они сразу отправились на КПО Контракт на поставку казанских Ту-160 для Минобороны страны Может быть расширен Об этом заявил Владимир Путин во время общения с рабочими авиационного завода С деталями визита Дмитрий Аринин Спустившись с трапа самолета Владимир Путин тут же принялся осматривать другие самолеты На территории КПО президенту показали Ту-95МС, Ту-22 вертолет Ми-38Т и конечно же Ту-160 Ракетоносец Ту-160 в истории военной авиации является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом Проект его модернизации предполагает установку нового радиооборудования, систем навигации и вооружения Сейчас Казанский авиазавод заключил с Министерством обороны страны контракт на поставку 10 таких самолетов Там интеллектуальная система будет новая уже, то есть оборудование будет, мониторы стоять, управление все будет производить через мониторы Этот контракт может быть расширен, об этом Владимир Путин рассказал, общаясь с рабочими завода 10 будет модернизироваться Ту-160 и может быть даже увеличено это количество Сейчас мы с Министом обороны разговаривали, с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной С огромными нужными для Министерства обороны возможностями Как рассказали на заводе, для модернизации Ту-160 здесь восстановили уникальные современные технологии Для создания сердцевины самолета, балки, центроплана Возобновленная технология электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига Последняя сварка была в 1981 году, да То есть осваивали это дело в советское время под эгидой московского НИАТа За прошедшие два года удалось и, помимо того, что восстановить технологии и оборудование Нам удалось и изготовить и детали Сейчас сам завод тоже модернизируется Это обновление аэродрома, ангаров и главных цехов Сюда поставляют новые оборудования Станки для металлообработки сегодня показали и Владимиру Путину Сделано достаточно большое количество уже объектов Таких как взлетно-посадочная полоса, вылежные дорожки, ангары И сейчас идет глубокая модернизация производства На современном уровне с импортозамещением Такое совещание на ходу длилось около часа Владимира Путина сопровождали министра обороны страны Еще ряд федеральных чиновников и президента Тарстана Рустам Мениханов Этот визит на Казанский авиазавод По сути стал правной точкой в совещаниях нового формата Непосредственно в производствах в регионах Дмитрий Аринин, Ринат Сафин и Гайроманов, ТНВ, Казань Переходим к другим темам Утро понедельника выдалось по-настоящему жарким для правоохранительных органов В Казанской 7-й гимназии Сегодня школьник пришел на урок русского языка с пистолетом и ножом В произошедшем уже поручил разобраться Рустам Мениханов Сейчас школьник задержан, с ним и работают следователи Возбуждено уголовное дело Подробности у Сергея Хайдарова О том, что в стенах этой гимназии что-то произошло Говорит только присутствие полицейских и следователей Правоохранители контролировали весь периметр школы Нам известно, что сейчас в школе проходят занятия Она работает в штатном режиме И это несмотря на то, что там же проходят следственные действия Вот то самое пневматическое оружие, которое изъяли у 17-летнего школьника Во второй руке у него был кухонный нож, который не попал в кадр оперативников Как нам рассказали полицейские об инциденте, им сообщил кто-то из родителей Одна ученица отправила смс Десятиклассник, 13 ноября 2001 года рождения, пришел на урок русского языка С началом занятия он сел за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож При этом никаких требований он не выдвигал Версия о захвате заложников не подтвердилась В 11.40 школьника задержали С ним работают правоохранители Никто не пострадал Каким был мотив парня, который пронес в школу сразу два вида оружия Теперь предстоит разобраться В школе его характеризуют только с положительной стороны Сам по себе говорят, что был тихий То есть вообще никого такого не хотел От него то есть не ожидали такого? Не ожидали, никто не ожидал Понятно, предпосылок раньше не было такого Я не слышал То есть скорее всего не было Со школьником будет работать и уполномоченная по правам детей в республике Выяснить причину инцидента лично поручил Рустам Миниханов Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье Незаконное лишение свободы В рамках расследования уголовного дела будет дана правоооценка Действия администрации школы Ответственные за обеспечение безопасности учебного процесса Как раз в этом следователям должны помочь камеры наблюдения внутри школы Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань Тушат и день и ночь В Нижнекамске больше суток горит городская свалка твердых бытовых отходов Огонь охватил площадь более 600 квадратных метров Возгорание ликвидируют с помощью тяжелой техники Засыпают грунтом На месте побывали специалисты Росприроднадзора Роспотребнадзора По их мнению, причиной пожара стало небрежное отношение руководства полигона К противопожарной безопасности Произошло именно основное воспоминание То есть это тоже знакомая ситуация Они должны были проводить Своевременное уплотнение этих отходов И своевременную отсыпку То есть именно в виде пирога Должны были проводить Сейчас экологи оценивают вред, нанесенный окружающей среде Росприроднадзор будет принимать меры Вплоть до приостановки действия полигона Вместо карасей и лебедей Бутылки и бытовые отходы Жители улицы Бондаренко в Казани бьют тревогу Их озеро превращается в болото Экопарк постепенно утопает в новостройках А еще в мусоре По их словам, отходы не выводились больше двух недель Усугубили дело и длинные майские праздники Кто в ответе за зеленый уголок Выяснял Рамиль Галиулин Надежда Воробьева сюда часто выходит на прогулку с детьми Сегодня и вспомнить не смогла Когда в последний раз отсюда вывозили мусор Вот и сейчас контейнер слева, контейнер справа Все полные Постоянно тут сидят какие-то люди Распивают спиртные напитки, бросают мусор И этот мусор никто не убирает Очень грязно, все зарастает грязью Очень жаль, если это озеро погибнет Вот такой неприглядный вид сегодня имеет берег озера Марьяна Всего здесь около пяти урн И все они завалены мусором По словам местных жителей, отходы не вывозились отсюда больше двух недель Пакеты, бутылки и прочие бытовые отходы На самом деле сейчас зеленый островок на Бондаренко Напоминает городскую мини-свалку Вот посмотрите, с 20 апреля и за дня в день Вот этот мусор пополняется Такое чувство, что мы гуляем с детьми Не по островку природы А по какому-то ликероводочному заводу Честное слово Потому что все усыпано бутылками Как рассказали в администрации района Территория экопарка находится на содержании застройщика дома Который возводится по соседству Но в компании СМО-88 пояснили Они следят за участком лишь на время стройки Вместе с группой ученых Они готовят проект экологической реабилитации экопарка И его благоустройства Мы здесь устроим субботник Сюда выйдут экологи, сюда выйдут строители Мы единовременно просто все уберем в лес мусор И сразу приступим к активной фазе работы Уже по благоустройству Почему мы не начали выбирать мусор раньше? Ну, потому что мы не служба по уборке федеральных водных объектов Пока идут споры, кто же в ответе за зеленый островок Чище он не становится После нашего обращения проблемой заинтересовались экологи В министерстве сказали, за эту зону в ответе все-таки администрация района Возбуждено административное расследование По статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Выявлена захламленность береговой полосы отходами производства и потребления Как пояснили в ведомстве, ответственным лицам вынесли предписание устранить нарушения Привести территорию в порядок, пообещали в ближайшие дни Рамиль Галюлин, Ильшат Мухаммедов, Константин Бушуев, ТНВ, Казань Купаться на берега озера и рек уже отправились татарстанцы А они к открытию пляжного сезона еще не готовы Но не обследовано, мусор не убран, спасателей нет Есть и первые жертвы 16-летний житель Нижнекамска утонул на реке Долгая Что мешает властям оперативно подстроиться под погоду? Алия Харудинова Пока нет Такая, я думаю, холодная вода Это опасно В этом году Елизавета Мачалина купальный, точнее пляжный сезон Открыла на месяц раньше Окунуться желаний нет Да и любимый пляж «Локомотив» сильно разочаровал Пляж хотели оборудовать, там что-то архитекторов Были конкурсы И по итогу ничего, никаких изменений нет Примерно такой же грязный он и был Честно вам скажу, заходить в воду противно Эта грязь убивает любое желание вообще окунуться Вы можете сами наблюдать Здесь деревья, пластиковые бутылки, окурки А при разговоре с мэрией города Казани выяснили Что об очистке пляжных территорий пока говорить рано К работе приступят в 20-х числах мая План работы остался в тени Год назад Рустам Мениханов рекомендовал начать раньше До 1 июня три недели Пока ни сном ни духом Где у нас работа будет слабо организована Конечно же мы будем спрашивать Уважаемые руководители наших районов и городов И уже сегодня надо думать Каким образом следующий купальный сезон И безопасность и все Ответственность за пляжные территории Муниципальное образование делегирует местным предприятиям После очистки дна, воды и пляжа Заявление в МЧС Провозим техосвидетельствовать, даем заключение Возим пляж к эксплуатации или не возим пляж к эксплуатации Пока таких заявлений от нас не поступало В Татарстане в выходные была аномальная жара Последний раз такие показатели были зафиксированы 100 лет назад Только вода еще не прогрета Когда из жары ныряет в холод И погружается в холодную воду Может резко сузиться коронарные сосуды И сосуды, питающие головной мозг и сердце Для многих припекает, значит пора купаться За самовольный выбор пляжа Штраф до полутора тысяч рублей Олег Ирудинова, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань Экологическая катастрофа В отдельно взятом казанском поселке В Юдино произошел разлив нефти Предполагается, что вылили жидкость Из старых металлических емкостей На месте сегодня работают сотрудники Казанского пожарно-спасательного гарнизона И экологи Что стало причиной бедствия, разбирался Ленар Геннатолин Фордус Минибаев не занимается добычей нефти Она разлилась прямо у порога его дома Точнее мазут Им топили местную котельную до ее модернизации Теперь цистерны с мазутом без присмотра За долгое время стенки этих резервуаров Прохудились и когда топливо нагревается Начинает выливаться на землю Вот, кажется, маленькая лужица А смотри здесь Это мне палки хватило только на метр Это действительно похоже на экологическую катастрофу Потому что эти нефтесодержащие продукты Попадают вместе с водой в дренажную систему И уже по ней сливаются в Волгу И эта проблема существует уже не первый год В 2017 году мы вызывали, жена звонила, вызывала сюда Приезжали Взяли почву, взяли этот мазут Ну, не мазут, а печное топливо, по-моему, называется Взяли на экспертизу Обещали найти хозяев этой земли И ничего не нашли, похоже, не знать опять Все на этом закончилось В 2016 году разлив нефтепродукторов составлял более 30 квадратных метров Но на сегодняшний день мы уже видим, что уже более 150 квадратных метров Предприняли меры, виновник привлечен к административной ответственности Но рекультивации данной земли достаточным образом не было По этому факту возбуждено административное расследование Владельцу земли, на которых установлены цистерны, грозит не только штраф Ему придется привести территорию в надлежащее состояние Только уже под присмотром Министерства экологии Ленар Генатуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Жертвами газовой атаки стали в майские праздники Жители поселка Травкино и села Кирбила Ишевского района Кто им испортил воздух? Ответ читайте в интернет-газете «Реальное время» Покушение на достояние В Чистополе под гусеницами трактора оказался объект культурного наследия Дом советского писателя Константина Федина В этом доме писатель в войну работал над такими трудами, как горький среди нас и испытание чувств Но новые владельцы здания то ли об этом не знали, то ли забыли Сейчас от дома одни обломки Рамзель Шайдулин продолжит Этот дом был одним из немногих, что мог похвастаться гордым званием объект культурного наследия Все жители улицы Бутлерова знали В сороковые здесь жил и творил писатель Константин Федин Книги «Горький среди нас», «Испытание чувств» писались именно здесь В годы войны в этих стенах создавалась знаковая советская литература А через 80 лет они просто пали Теперь эпоху того времени хранят разве что вот эти вот осколки Битые кирпичи, разломанные доски Вопреки закону дом пошел под снос Первое внимание общественности обратила Олеся Балтусова Заметила, что снос, вероятно, умышленный Прокуратура получит обращение Комитет по охране объектов культурного наследия составит акты И уже после всех разбирательств Собственник должен понести наказание Сегодня все зафиксировали и в соответствующем комитете госнадзора республики Комитетом будет в отношении собственника возбуждено административное дело Дело об административном про нарушение По статье 7.14.1 пункт 1 Это уничтожение объекта культурного наследия Мы связались с владелицей дома По ее словам, не знала, что дом такой величины При покупке на здании якобы не было обязательной для объектов памятной таблички Если уж жил такой выдающий человек То мы уже обговорили эту тему И табличку поменяем, повесим Восстановим все Только местные жители утверждают О доме, в котором жил Константин Федин Знали во всем городе Выезд была? Говорили, что выездка В прошлом году мы сняли Ой, честно, не помню, когда она была Но она точно была С 1985 года на доме была установлена табличка Что здесь проживал с семьей в годы войны С 1941 по 1943 год писатель Федин Собственник был уведомлен Знал о том, что это памятник истории Незнание не освобождает от ответственности По данным Росреестра Следить за сохранностью памятника истории Владелица была должна уже с момента купли-продажи Теперь за это грозят административные и уголовные ответственности Мне никто не говорил об этом И вот об этом надо было Вот как бы раньше, что ли, это, говорить И может тогда город бы выкупил этот дом И попробовали еще что-нибудь с ним сделать Сделали бы музей Рамиль Шайдулин, Андрессон Тальцев, ТНВ, Чистополь Это новости Татарстана И смотрите далее в выпуске Теперь она ежегодная В первую очередь этого не нужно О новых правилах прохождения диспансеризации В республике Альбина Аслогараева Его мечта встать на ноги Чуть охоте Преживать и плачет, и вдвоем плачет Руслану Ахмедшину после автокатастрофы Нужна помощь, как помочь Вероника Гамеддинова Сделать перезагрузку Сегодня в Москве договорились представители регионов России и Японии В столице начал работу совет губернаторов двух стран Татарстан представлял Фарид Мухамедшин Республика активно развивает сотрудничество с Японской ассоциацией по торговле с Россией Совет губернаторов призван усилить уже сложившиеся контакты между двумя странами И сегодня Фарид Мухамедшин выступил с инициативой О том, что следующее заседание в 2021 году Этого совета надо провести не в Москве Хотя в Москве прекрасно тоже Собянин Сергей Семенович сегодня организовал А в регионах России, в том числе и в Татарстане, в Казани Он сказал, я буду поддерживать, потому что инфраструктура и отношения, которые есть в вашей республике Заслуживают того, чтобы следующая встреча была там Диспансеризация станет ежегодной Таков новый закон Минздрава России Правда, изменения коснутся не всех, а тех, кому за 40 Теперь медосмотр им предстоит пройти не раз в три года, как и остальным категориям населения, а ежегодно Сегодня об этом говорили в мэрии Казани и о том, почему диспансеризацию решили участить Как к этому отнеслись работодатели Альбина Солгараева Измерить рост, вес, артериальное давление, сдать анализы крови на сахарный холестерин Пройти флюорографию для женщин, мамографию Это стандартный набор диспансеризации Можно по своему времени подойти Всегда все сразу делается удобно и хорошо И самое главное, что это важно для меня С мая этого года Фрида Митрофанова и все, кому исполнилось 40 лет, должны проходить диспансеризацию ежегодно В связи с этим поток пациентов увеличивается В поликлиниках готовы их принять Количество фельдшеров, которые работают в отделении профилактики, мы увеличили Отделение работает с 8 утра до 8 вечера, включая субботу Эффективность проведения диспансеризации показывает статистика Так, на первом месте в списке выявляемых сердечно-сосудистые заболевания На втором – болезни эндокринной системы И на третьем – органы пищеварения Первый этап – это скрининговое обследование основных локализаций Злокачественных новообразований Молочной железы, рака женских половых органов У мужчины рака предстательной железы, рака толстой кишки и рака легкого Здравоохранение – одно из национальных проектов страны, отметил Ильсюр Мершин И то, что к врачу казанцам теперь придется ходить чаще Это хорошая профилактическая мера И она делает Казань еще ближе на пути к цели увеличения продолжительности жизни Все цифры и все задачи поставлены Я прошу их неукоснительно выполнять Мы только приветствуем это решение Нет ничего Дороже здоровья людей И здоровья сбережения нашего населения Напомним, что у всех есть день прохождения диспансеризации По закону работодатель должен отпустить сотрудника на прохождение медицинского осмотра Ежегодную обязательную диспансеризацию проходят и ветераны Великой Отечественной войны Здесь и фронтовики, труженики тыла, вдовы тех, кто не пришел с войны Узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда Обычно их диспансеризация проходит на дому Альбинов Слагараев, Данил Филатов, ТНВ, Казань Его мечта встать на ноги Просим вас сейчас взять в руки блокнот и ручку Парализованный после автокатастрофы Руслан Ахмедшин из Алексеевского района Очень нуждается в помощи Он уже три года не встает с кровати Сейчас семья собирает деньги на реабилитацию за рубежом Вот у меня вот рука, она меня не слушается Впрочем, и как все тело 33-летний Руслан Ахмедшин парализован до плеч Три года назад он попал в страшную аварию Чудом выжил, сделали операцию Но самостоятельно передвигаться он не может У него травма шейного отдела позвоночника Лежу, пью лекарства, делаю им уколы Иногда просто без лекарств лежу, я мучаюсь У меня рука как будто вся в ожоге Сейчас Руслан инвалид первой группы Живет вместе с родителями-пенсионерами в деревне Степная Шантала Они и ухаживают за ним Ноги поднимаем, руки поднимаем Поворачиваем, он сам не может подниматься Поворачиваться даже не может С одним боком большинство лежит По 15 тысяч пенсии получаем Не знаю, лекарство купить, не знаю, еды купить Врачи предлагают только реабилитацию, говорит Руслан Это ЛФК, массаж и уколы Пенсии хватает только на лекарства, говорят Ахмедшины Руслан сам в интернете нашел клинику Гутмана в Барселоне Они готовы поставить его на ноги, но на это нужно больше 5 миллионов рублей 5 миллионов 100 тысяч, деньги нужно А мне где брать столько денег? Помогите, пожалуйста, добрые люди Мне тоже охота с тобой ходить Друзья тоже приходят, даже тяжело В семьях Медшинах верит в помощь добрых людей Реквизиты и номер телефона на экране Благодаря помощи наших телезрителей Уже удалось помочь Артуру Саврандееву Аделина Абдулина сейчас проходит лечение в Германии А Юлиана Султанова улетела к врачам в Испанию Вероника Гайнудинова, Алмазия Динов, ТНВ, Казань Цветы великому танцору Их сегодня возложили к памятнику Рудольфа Нуреева Церемонию посвятили открытию одноименного фестиваля Он идет в эти минуты в Казани Напомним, скульптуру открыли в ноябре прошлого года Ее создал Зураб Церетели Фестиваль носит имя этого артиста Было бы, наверное, неправильно В этот день, в открытии фестиваля В день открытия фестиваля Не возложить ему цветы Мировые премьеры 15 театров и 14 спектаклей Все за 18 дней Итак, этим вечером в Казани Открылся Нуреевский фестиваль Первая и сразу премьера Постановка балета Корсар Чем будет удивлять Нуреевский На этот раз расскажет Салават Мухаммадуллин Встретели замирают Балетное пиршество начинается На сцене премьера балет Корсар Так открывается 32-й Нуреевский фестиваль Это одно из главных событий Культурной жизни республики Сегодня исполняет роль Татарстанские артисты А уже завтра этот же балет Будет в исполнении солистов Из кремлевского, баварского И станиславского балета Окнуться в волшебный мир Помогают технические новинки Световая партитура, видеопроекция Особенно они заметны во время Бурь на море и крушение корабля В зале сегодня ажиотаж Впрочем, этого стоит ожидать И во все дни фестиваля Билеты практически раскуплены Нуреевский это уже бренд Всего на казанской сцене до конца мая Мы ждем театры со всего мира Это Большой, Баварский, Королевский из Англии Гранд-опера из Франции И солисты из Будапешта В общем спектакли на любой вкус и цвет Ну и зрители перезнают этот уровень В зале в основном постоянные зрители В таком предвкушении нахожусь Даже легкий трепет в душе сейчас появился Потому что сейчас здесь Эта атмосфера уже начинает свое действие Такая душа надо работать Балет, тогда опера Ну сама по себе обстановка радует Поэтому приходим вдохновиться События мирового уровня И приезжает очень много Здесь у нас было и танцевал Цискоридзе, вы помните, да? Где-то два года назад Ну и поэтому, конечно, все звезды Это когда мы еще можем увидеть Как не во время Нурильского фестиваля Это только первый день 32-го Нурильского Премьеры, звезды и 14 спектаклей за 18 дней Все это нас только ждет Ну и завершится же балетное пиршество 30 мая гала концертом Слава Тухмадуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Татарстанский гонщик Тимур Тимирзянов Завоевал историческую победу На чемпионате мира по ралли-кроссу В квалифицированных заездах Пилот команды GRX занял пятое место А в полуфинале финишировал вторым Финальный заезд Тимирзянов начал с третьей позиции Сразу захватил лидерство После этого россиянин возглавлял гонку до финиша Таким образом, Тимур Тимирзянов стал первым Россиянином в истории Которому удалось завоевать победу на этапе VRX Параллельно в Бельгии на пьедестал поднялся Еще один гонщик из Татарстана Айдар Нуриль выиграл этап чемпионата Европы Мы связались с Тимуром Тимирзяновым по телефону Очень долго шли к победе Действительно потратили на это Наверное, много сил По большей части Где-то последние пару лет Приходилось Искать больше всего, наверное, себя Как пилота Адаптировать машину под свое вождение Ну и этот этап Было очень сложным Много было борьбы Много было интересных событий Еще больше новостей в наших соцсетях Вконтакте и Инстаграм Вечерний фир продолжит программа Вызов 112 А сейчас прогноз погоды До свидания Здравствуйте О погоде через минуту Спонсор показа Изготовитель Корпусной мебели на заказ ООО Данил Мастер Хотите качественную и недорогую кухню По вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания Данил Мастер, Казань Восстание 23 Телефон 2 167 166 По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке республики Преимущественно облачно Возможен дождь 30-31 градус Выше 0 На северо-востоке Татарстана Аналогичная погода До 30 тепла На севере Татарстана Не обойдется без осадков Плюс 29 На северо-западе республики Также пасмурные сыра 28-29 тепла На юго-западе Татарстана До плюс 29 Возможные осадки В центре Татарстана Будет пасмурно, но сухо Плюс 28-30 градусов Федеральная сеть медицинских центров Доктор Рост Лечение самых сложных заболеваний Позвоночника и суставов Без боли Хирургического вмешательства За 10 лет в 10 городах России Врачами клиники от Мино Более 10 тысяч операций Остеохондроз Грыжа Протрузия Болезни позвоночника Могут надолго выбить вас из колеи Выход есть Современные технологии И эксперты клиники Доктор Рост Помогут справиться с этими проблемами Без боли и операций Запишитесь в Доктор Рост Спонсор прогноза погоды Инновационный комплекс Для защиты и улучшения зрения Оптимак От группы компаний Биотек Оптимак Смотри на мир легко В Казани облачно С прояснениями Без осадков Днем до плюс 30 Ветер юго-восточный Атмосферное давление 754 мм штутного столба Влажность воздуха 47% В магнитном поле земли Спокойно Сохраняется высокая Пожароопасная ситуация Будьте осторожны Цветоводы Казани Приглашают всех На ярмарку цветов Во дворец химиков 14 и 15 мая Приобрести посадочный материал И получить консультации специалистов Вы сможете с 10 до 6 вечера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова